Что касается шурмы, как истинный ценитель шурмы, скажу вам так, что шурма, как хороший болитый, должен сжечься дважды. Шурма должна. Опять же, да, это вопрос к тому, что вы хотите получить от просматриваемого видео. Стой. А, у тебя башка на бок. По новой? Да и давай. Ребят, в общем, если вы ищете обучающее видео в интернете, к этому стоит подойти с умом. Соответственно, надо понять, что вы хотите извлечь из просмотра видео. Вы хотите вынести для себя прям полностью целиком новую технику, какой-то концепт или же какие-то отдельные детали в технике, которые вы уже в целом знаете и применяете. Или же вы просто хотите посмотреть, ну, условно говоря, соревновательную схватку и вынести оттуда какие-то, ну, там, хитрые переходы, транзишны, там, бла-бла-бла. Если вы полный новичок, да, соответственно, на мой взгляд, вам вообще не имеет смысла прям сильно заморачиваться насчет видео именно по технике, да. Потому то, что вот смотреть видео с кучей-кучей-кучей техники, с кучей деталей, где человек объясняет полностью новую позицию, у вас еще недостаточно опыта, чтобы понять, насколько, во-первых, эта позиция реальна, да, чтобы не было такого, да, чтобы посмотрели технику какого-то черного пояса по ниндзюцу, да, пришли в зал и там началось вот это. Вот. Соответственно, и вы просто травмировались там или, ну, не дай бог, травмировали еще и человека. Вот. Соответственно, вам лучше довериться своему тренеру, да, и, в принципе, следовать его программе, это, наверное, самое разумное. И я бы на вашем месте смотрел больше соревновательные схватки. Почему? Потому что вы видите реально работающую технику на самом высоком уровне. Если же вы уже там у фунговой растений пояс и выше, да, вы можете смотреть любые обучающие видео, которые, в принципе, рассматривают либо конкретные детали в конкретной позиции, да, либо которые рассматривают полностью новую технику для вас, либо которые рассматривают какой-либо концепт. Потому что вы уже в состоянии плюс-минус фильтровать информацию, отсортировать, что конкретный пейк, что очень ситуативно и что, в принципе, реально рабочая техника. Вот. Для вас, в принципе, подойдет любой вариант. Но я вам рекомендую все же, если вы решили полностью новую технику освоить по ютубу, условно говоря, вы можете ее запомнить. Но я бы посоветовал вам показать ее своему инструктору после занятия, например, или там во время персонального занятия. Спросить у него, что он думает на этот счет, показать ему видео. Возможно, он вам покажет гораздо больше деталей, гораздо понятнее вам объяснит эту технику. И вы гораздо больше продвинетесь в своем джиу-джитсу. А для, ну там, не знаю, для своего уровня, я, например, смотрю очень много соревновательных схваток. И на самом деле я смотрю, ну, простые техники, которые объясняют атлеты очень высокого уровня. Потому что я, вроде, смотрю технику, да, я знаю, что я ее знаю в целом. Но я, бац, смотрю, человек показывает, о, я беру вот такой захват. Я думаю, блин, я сам никогда не использовал такой захват, надо попробовать. И у меня есть очень интересные случаи жизни. Я одно время осваивал Ни Слайд, вот, посмотрел много видео, вроде бы что-то там понял для себя, освоил. А потом я очень долго не мог начать нормально проходить Ни Шилд Хавгард. И я увидел охренительный штаб Ни Слайда из Ни Шилд Хавгарда от Рома Лаборала. Он очень сильно убивал Ни Шилд Хавгард. Причем одним простым действием. И я посмотрел это видео, такой, думаю, блин, где я был три с половиной года до этого. То есть вот бывают такие ситуации. Поэтому, в принципе, советую смотреть, там, ну, ребятам высокого уровня видео атлетов, там, чемпионов мира и крутых-крутых всяких, там, черных полюсов. Как соревновательные сфатки, так и обучающие видео. Потому что вы для себя можете найти неожиданно детали в базовых позициях. Кстати, я слышал, что ты запустил свой YouTube-канал. Да, это, в принципе, случилось давно. Не да, кстати, вот так и говори. Да, я запустил свой YouTube-канал, в котором есть как более-менее простые видео, так и относительно сложные техники. Кстати, сейчас конкретно мы занимаемся записью видео для новичков. Почему? Потому что, ну, скажем так, почти всегда вы можете найти сложные видео, крутые всякие, там, приемы, переходы и прочее. Но очень мало, реально, вот, контента касательно прям простых базовых техник, то есть прям простых-простых. И на самом деле просто происходит потому что многие думают, что, да, базу, типа, и так все знают. Типа, что записывать, что показывать. А в итоге получается то, что человек, как бы, ну, в реальности не знают самых простых базовых движений. Да, поэтому подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Если вы подписаны, ставьте лайки. Потому что скоро я подключу монетизацию и стану богатым. Кстати, я слышал, что ты запустил свой YouTube-канал. Да, я запустил свой YouTube-канал, в котором есть как более-менее простые видео, так и относительно сложные техники. Кстати, сейчас конкретно мы занимаемся записью видео для новичков. Почему? Потому что, ну, скажем так, почти всегда вы можете найти сложные видео, крутые всякие, там, приемы, переходы и прочее. Но очень мало реально вот контента касательно прям простых базовых техник, то есть прям простых-простых. И на самом деле просто происходит потому что многие думают, что, да, базу, типа, и так все знают. Типа, что записывать, что показывать. А в итоге получается то, что человек, как бы, ну, в реалии не знает самых простых базовых движений. Да, поэтому подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. То вы? Если не подписаны, то ставьте лайки. Потому что скоро я подключу монетизацию и стану богатым. А что-нибудь горяченькое там будет? Если вы подпишитесь туда. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok